А теперь вновь время для того, чтобы погрузиться в прошлое. Благо телевидение, как своеобразная машина времени, позволяет легко это сделать. Достаточно заглянуть в архив. Поверьте, архив телекомпании «Орбита» за 25 лет – это внушительная коллекция увлекательного материала о нашей с вами жизни. О событиях, вошедших в летопись региона, о судьбах людей, живущих рядом с нами, о примерах невероятного мужества, жизнелюбия, стойкости и умения жить и радоваться каждому дню. Скажу вам по секрету – это мои самые любимые сюжеты. Когда ты не просто узнаешь человека, но еще и учишься у него, заряжаешься оптимизмом и улыбаешься и удивляешься. Сегодня мы достали для вас из архива три сюжета об удивительных дедушках. Эти пожилые мужчины в свое время вызвали небывалый интерес у наших зрителей. Давайте вспомним. Итак, история первая. Мужчина, которому 87 лет, и он исполняет сложную латиноамериканскую программу. Вы когда-нибудь встречали 87-летнего романтика? Я – да. Познакомившись с Петром Степановичем Юрченко, я абсолютно перестала бояться старости. Более того, поверила в то, что настоящая жизнь с яркими событиями и романтическими встречами может начаться и в 70. Во всяком случае, судьба Петра Степановича – яркое тому подтверждение. Петр Степанович – полковник в отставке. Сделав отличную военную карьеру, боевой старик не утратил активности. И в 70 лет решил профессионально заняться бальными танцами. И это при том, что в своей спине он носит немецкую пулю. Ну вот это моя памятная пуля времен Великой Отечества Войны. На 26 июля 41-го года ее пытались удалить в Сочи, когда направили меня. Но, увы, тогда врачи побоялись, не сумели, короче говоря. Через 5 лет тому назад пытались меня предложить. Я говорю, хватит, не надо. Я пока и танцую, и спортом занимаюсь, и все терпимо. Страсть к танцам у отставного полковника возникла не внезапно. В молодости он, конечно, любил потанцевать. Но времени на это у военного всегда не хватало. Поэтому теперь он решил наверстать упущенное и доказать, что возраст не помеха для любых начинаний. В 70 лет, я говорю, начал танцевать, ездить по конкурсам. За 10 лет отставной полковник выучил всю программу профессионалов. В свои 87 лет для него не проблема исполнить перед сотнями зрителей самбу, румбу, чачача или джаев. Самое интересное, что именно танец познакомил его с удивительной женщиной, которая впоследствии стала не только его постоянной партнершей, но и спутницей жизни. Каждую неделю пара отправляется на дискотеку. И если Надежда Николая танцует любые танцы, то Петр Степанович выходит на танцплощадку при первых аккордах определенных мелодий. Я всегда жду только, когда будет танго, когда венский ваз будет, когда румба будет. Вот эти танцы я обязательно танцую. А эти дрыгалки молодежные, я просто их не люблю, хотя танцую неплохо. Угадать возраст Петра Степановича невозможно. Он молод душой и в свои 87 даст фору любому молодому. Есть у него и свои секреты, благодаря которым он так хорошо выглядит. Я все люблю. Но основное я люблю сладкое до предела. Молочное до предела. На это молоко и сахар и мед, это на первом месте. Все это время Петр Степанович мечтал попасть на венский бал. И там станцевать с Надеждой любимый вальс. Он даже участвовал в конкурсе, где разыгрывалось приглашение на это мероприятие. Однако все усилия прошли тщетно. Поездку в город мечты Петр Степанович не выиграл. Но расстроился не сильно. Ведь при желании венский вальс можно танцевать и дома с любимой женщиной. Новый взгляд. Программа о людях, живущих в разное время, но уставших свидетелями радостных и трагических событий нашей страны. Человек, о котором мы хотим вам рассказать, ушел из жизни три года назад. Корниенко Алексей Семенович был последним из участников легендарного евпаторийского десанта. Его героизм увековечен в памятнике. Тогда ему было 19. На момент съемок – 85. Он каждый день волнуется, надевая парадный костюм с орденами и медалями. Для него эта форма особо дорога. И хотя давит груз болезней прожитых лет, и все тяжелее мундир с заслушанными наградами, он все равно наденет его. И вновь мысленно вернется в далекие годы войны. За этой формой я готов был идти на смерть. 19-летним мальчишкой он попал на фронт и сразу в Крым на Черноморский флот. В конце декабря 1941 года под Севастополем сложилось тяжелое положение. Немецкие войска захватили практически весь Крым. Командование решило пойти на отчаянный шаг – выслать Евпаторию крупный десант. 740 моряков-десантников в ночь с 4 на 5 января высадились в Евпаторию. Нам была задача только захватить какую-то часть Евпатории и продержать сутки. На следующую ночь прийде крупный десант. Это мы сделали. Захватили пол Евпатории до центральной площади. Город был в наших руках. Но бой шел страшный. Страшный. Мы ночью заскакивали в дома, жители нам открывали, не знали, что такое. Мы заскакивали. Фашисты, которые поднялись, которые услышали выстрелы, а которые не поднялись, пьяные. Мы их всех выводили на улицу и расстреливали. Опомнившись и поняв, что произошло, немецкие войска открыли жестокое сопротивление. 3000 оккупантов против 740 матросов. Ненависть. Это злость такая у человека зарождается. Злость, что ты делаешься деревянный, бесочувственный. Да, мне не прострелило эту руку, кровь течет. И я, не обращая внимания, свой бинт, по верху бушлата забинтовал и бегу дальше, дальше исполнять. На четвертые сутки их осталось всего несколько десятков человек. Практически все моряки погибли на улицах Евпатории. Картина была страшной. Везде убитые, раненые. Вода в море была красной от крови. Получив ранение, Алексей Семенович вместе с 16 другими ранеными ожидал поддержки в подвальном помещении штаба. Их сдали немцам свои же местные жители. И на рассвете здание, где прятались раненые, было окружено фашистами. Оборону держали до вечера, но немцы подошли со стороны глухой стены и заложили динамит. Загорелись там, да еще вплоть до того, куча угля была тут, там была кочегарка, видать. Як загорелся той уголь, дышать нечем. На нас горит одежа, волосы горят. Ад страшный, невозможно дышать. Стали вискаковать. Их повели на показательный расстрел. Немецкие войска выгнали всю свою технику, заставили прийти местных жителей. В этот момент Алексей Семенович уж мысленно попрощался с жизнью. Но тут в небе появилось звено советских бомбардировщиков. Они летели низко, начали сбрасывать бомбы на скопившуюся немецкую технику. Вспыхнул пожар и началась паника. Взрывной волной Корниенко отбросила метров на 15. Его спас случай и природная смекалка. И вдруг машина едет в шоферу, так потягоньку, машина грузовая, чей кузов так критий будкой, брезентовой будкой так критий. Как будто у меня за плечом кто-то стоит и говорит, цепляйся, цепляйся. Как будто какой-то мужчина мне вот такой даёт команду. Я цепляюсь за борт, вскакую в ту машину. Ага, там лежат накрытий брезентом, что-то такое. Я беру, приподнимаю той брезент, ящики под боеприпасом, мотоцикл лежит в боку. Я залезаю между эти ящики, залезаю в эту щель, накрываюсь брезентом, думаю, ой, вывези меня, ой, вывези меня. О том, как Корниенко доехал с автоколонны аж до Симферополя, как нашёл своих, как пробирался от села к селу вплоть до Керченского пролива, история отдельная. Он столкнулся и с человеческим страхом, и с человеческим благородством. Войну Алексей Семёнович закончил в 44-м году. Получив серьёзное ранение. Но только в 1964-м узнал, что их из 740 героев евпаторийского десанта осталось живых только 7 человек. В 1970-м году в Евпатории поставили памятник матросам легендарного десанта. На нём три образа с суровыми мужественными лицами. Вот этот матрос, что занёс гранату, это он, Алексей Корниенко. История третья. Блюститель здоровья и хранитель долголетия. 10 лет назад в нашей программе 90-летний Яков Пайкин учил, как дожить до 250 лет без старости. Смотрим. Этот добродушный дедушка, немного похожий на сказочного персонажа, очень любит принимать гостей. И хотя он не скрывает, что это жилище холостяка, здесь с первых минут ощущаешь тёплую, непринуждённую атмосферу. Якову Борисовичу Пайкину уже за 90. И если вы ожидаете увидеть медленно шагающего старичка с тростью в дрожащей руке, будете крайне удивлены. Он легко может дать фору любому молодому человеку. С уверенностью можно сказать, годы не властны над ним. Да и лечиться Яков Борисович предпочитает непривычными всем пилюлями, а с мехотерапией. Смех в 90 лет. Смеяться в всяком случае 5 минут надо посмеяться. То есть массаж села. Значит, 5 минут хороший массаж, а в 10 ещё лучше. Яков Пайкин – удивительный человек. Вместо скучных посиделок на лавке, как и много десятков лет назад, он продолжает вести активный образ жизни. Ни минуты без дела. А ещё этот мужчина очень талантлив. В советские времена он был одним из лучших вышивальщиков в Донбассе. А вот в наши дни этого милого старичка знают ещё и как автора четырёх законов, значительно продляющих человеческую жизнь. Он назвал их так – законы психологии, физиологии, благоразумия и долголетия. Яков Борисович признался, что не только читает лекции на эту тему, но и сам живёт согласно разработанной методике. Как говорится, испытано на себе. Надо же делать долголетие. Так вот, подготовка к долголетию в мире спорта, мускулы, в мире танцев. Танцевать надо. В мире положительных эмоций. Надо радоваться. Старость – это невежество. Наших героев, талантливых, удивительных мужчин, к сожалению, уже нет в живых. Но осталась память. Остались бесценные кадры с их смехом, трогательными воспоминаниями, мудрыми советами. И пусть они сегодня ушли в лучший мир, для нас они живы. Всякий раз, когда мы видим их на экране, они вновь оживают в наших сердцах и душах. И от этого становится теплее. Память-то вечно. Вечно.